Всем привет! Всем привет! В эфире программа «Четыре четверти» и мы ее постоянные ведущие Семен и Сергей. С чего начнем? С письма Деду Морозу. Не рановато до Нового года целый месяц, но готовиться к нему надо заранее. Например, написать письмо Деду Морозу. Кстати, в городском доме культуры «Алим» и в доме культуры «Нефтяник» уже стоят ящики для писем. Так что все желающие ребята могут написать письмо и рассказать о своих хороших делах и поступках, совершенных в этом году. Акция продлится до 18 декабря. Главное, на письме не забывайте указать обратный адрес и номер телефона. Совершенно верно! А теперь я предлагаю рассказать об одном интересном кружке, который называется «Мир увлечений». С сентября этого года в эколого-эстатическом отделе «Гармония» начал свою работу как кружок «Мир увлечений». Посещать его могут все желающие в возрасте от 15 до 18 лет. На данный момент в кружке занимается около 20 человек. У нас ребята очень творческие, активные, и они очень хотят именно показать себя, показать, на что они способны, именно в кинематографе, в арт-направлениях. Ребята собираются в «Гармонии» для того, чтобы научиться писать статьи и репортажи, брать интервью, работать с различными источниками информации, с текстом на компьютере, обрабатывать фотографии для газеты и не только. У нас очень хорошая команда, мы всех примем. Если планируется какое-нибудь мероприятие, то мы сразу же беремся, сплоченно садимся, делаем, все закатавливаем, разрабатываем план, что, как будем проводить. Мы создаем мероприятия, на которые приходят множество людей, те, кто интересуется, естественно, те, у кого хватает времени на это, и те, кому просто нечем заняться и хотят, к примеру, повеселиться, поиграть на викторине. Например, ко дню пожилого человека ребята организовали посиделки у самовара. Эта встреча дала возможность бабушкам и дедушкам провести время в приятной компании. Здравствуй, бабушка. Пойдем гулять? Какой гулять? Я еще уроки не сделала. Какие уроки? Ты что? А, а внучата? Сейчас же так модно делать за внуков уроки. А, я тоже за внуков уроки делаю. Ну и что, и как? Ну вот, баллы их иногда даю им списать. А вот одним из самых ярких, по мнению ребят, стала вечеринка на Хэллоуин. Однако, ребятам не только нравится организовывать и проводить различные мероприятия, но и самим принимать участие в различных конкурсах и игровых программах. Мне, во-первых, нравится обстановка, допустим, дружественная. Тут много знакомых моих, однокурсников. Различные игры есть, веселые мероприятия с призами, сертификатами. Но все же больше ребят привлекают не призы и подарки, а общение. Ведь оно здесь не виртуальное, а реальное. Общение с реальными людьми всегда намного важнее общения с виртуальными людьми. Реальный человек, ты можешь его узнать намного лучше. Ты не знаешь, кто сидит по другую сторону монитора. Поэтому лучше прийти, познакомиться и найти себе много знакомых и новых друзей. А вот главным другом ребята считают своего руководителя Анастасию Фомичеву. У нас замечательный руководитель, добрый, отзывчивый. С ним можно говорить на любые темы. Если есть проблема, она попытается помочь советам. Кстати, ребята ищут себе единомышленников. Так что если вы хотите найти новых друзей и показать всем, что вы тоже творческая и активная личность, приходите в эколого-эстетический отдел «Гармония». Сережа, а ты знаешь, чью профессию считают самой зеленой, самой сладкой, а чью – самой ответственной? Первый – лесник, второй – пчеловод, третий – судья. Эти вопросы на деловой профориентационной игре задавали. Обычно ты не такой внимательный. Опять ты на меня наговариваешь, сам ты невнимательный. Ладно, давай не будем ругаться, а покажем сюжет о том, как прошла игра «Мир профессий» и кто в ней стал победителем. В деловой профориентационной игре «Мир профессий» решили поучаствовать представители всех школ города. Для этого ребята организовали команды и пришли в городской дом культуры «Олимп». Перед началом игры – разбинка, в которой нужно было дать определение профессиям. Например, как называется специалист по уходу за лошадьми, или «Кто воспитывает и обучает детей». За каждый правильный ответ – один балл. Кстати, получить дополнительный балл можно было после разминки. Для этого ребятам нужно было дать правильное определение словам «профессия» и «должность». Получить дополнительные баллы удалось ученикам четвертой и пятой школ. Приятно проведенное время и иногда очень полезно после школы не идти куда-то, опять занимаясь уроками, а просто развлечься. Ребята с удовольствием выполняли все задания. Например, в одном из них нужно было отгадать загадки и пословицы, в другом – по характеристике определить профессию. То есть отгадать, чья работа считается самой зеленой, самой ответственной или самой сладкой. Очень все понравилось, конечно. Вопросы были очень сложные, очень увлекательные, можно даже так сказать. Все было на высшем уровне. Когда ребята выполнили большую часть заданий, ведущий игры решил сделать небольшую паузу и немного развлечься, а именно – поиграть с конструкторов. Каждая команда должна была построить и презентовать свой самолет. Новый сверхзвуковой самолет, он настолько необычный, что он собирался под руководством самого Иосифа Гиссарионовича Джугашвили. Настоящей советской сборки. Он… вообще, вот сейчас увидите, короче. Похвастаться конструкторскими способностями смогли не все команды. Просто времени на построение самолетов было немного. Зато к творческому конкурсу ребята подготовились тщательно. Кстати, этот конкурс ребятам понравился больше всего. Так, например, участники команды третьей школы стали корреспондентами. И из слова «наноэлектрификация» составили почти 30 слов. Девчонки из первой школы были поварами и писали рецепт для борща. Представители шестой школы стали продавцами и пытались продать обычный лист бумаги. Участники команды седьмой школы стали архитекторами и создали скульптуру «Боди Олимпа». А учащимся четвертой школы досталась профессия хореограф. Раз, два, три. Ну все, ребят, нас возьмут, мы в танцах. Наверное, вы подумали, что ребятам из пятой школы творческого задания не досталось. Но это не так. Для них ведущий подготовил специальное задание. Девчонки стали актерами, а ведущий – режиссером. Учитель. Здравствуйте, дети. Вооружился указкой. Тишина. О, указка спит. Класс. О, е. Увидев задание. Ну возьмите нас. На контрольную. Сейчас я проверю. Оцепенил от ужаса. По завершению творческого конкурса жюри приступило к подсчету заработанных ребятами баллов. И вот он. Торжественный момент. По результатам игры в тройку лидеров вошла команда пятой школы, завоевав третье место. Второе место у команды из седьмой школы. А победителями стали ребята из четвертой школы. В этот раз было довольно сложно. Команды противников хорошо подготовились, взяли толковых ребят. Так что было довольно сложно добиться победы. Очень сложно и упорно работали над каждым заданием. Тянули руки, отвечали на все вопросы. Это было тяжело, но мы все-таки одержали победу. Те, кто не вошли в тройку лидеров, не расстроились. Организаторы в скором будущем пообещали подготовить не менее интересную игру, где у ребят будет возможность отыграться. Ну а на этом у нас все. Ребята, если в вашей школе намечаются какие-нибудь интересные мероприятия и вы хотите, чтобы мы о них рассказали в нашей программе, сообщите нам по электронной почте. Мы с удовольствием приедем к вам в гости. Адрес нашей электронной почты mailsobakovector.ru До встречи в следующих выпусках программы «Четыре четверти». Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok